Друзья, представляю вашему вниманию канал со стилем. На нем вы увидите рубрика Диагноз. Бомбит! Короче говоря, самые последние новости из игровой индустрии. Это и многое другое вы можете найти на этом канале. Ссылка в описании. Вова, мне кажется, я знаю твой диагноз. Ты дебил! Пошел! Черт! Привет, друзья! Сегодня с вами мы немножечко поговорим о телевидении. Хочу сразу вам сказать, мое мнение о телевидении будет резко отрицательное. Поскольку телевидение отнимает очень сильно время, весь этот процесс, обряд, когда ты сидишь перед телевизором, щелкаешь на эту дисташку, смотришь эти всяческие рекламные блоги, отнимает очень большое количество времени. В отличие от интернета. В интернете тут все сразу ясно и понятно. Ты знаешь, что ты хочешь. Ты знаешь, что ты хочешь посмотреть. Вбиваешь ту или иную информацию. На телевидении никак идет. Сначала ненужная информация, потом блог рекламной информации, потом уже тот контент, который ты хочешь посмотреть. Это вообще мне дико не нравится. Наверное, на протяжении уже лет так 80 я уже не смотрю телевизор. Касаемо информации, которая нам поставляется по телевизору в наши умы, она является лживой. Причем настолько лживой, что хочется прямо сказать, что, блядь, происходит. Я это уже не первый раз замечаю. Мне кажется, что там работают, ну, просто полнейшие идиоты. Я не знаю, что они не проверяют вообще никакой информации. Я не знаю, кто там кого как обманывает, что как происходит. Но когда начинаешь сам проверять ту или иную информацию, понимаешь, что, ну, блин, ребят, вы работать походу не умеете. Хочу вам привести такой интересный пример. Инфоповод, наверное, все уже слышали, о Эрике Давидовиче. Я сразу говорю, мне абсолютно все равно, что там происходит, как происходит. Самое главное, что он работал на одну компанию телевизионную. И после этого эта же компания, пройдя некоторое время, когда он уже все, там, проект какой-то у него был там с машинами что-то связан, выставляет его тоже в не лучшем свете. И причем преподносит ту информацию, которая является полностью неправдивой. Как будто кто-то взял вот так вот, щелкнул, деньги заплатил и сказали, чтобы вот про этого человека сделали вот так вот. Хотя эта телекомпания абсолютно знает, что это за человек, и она с ним на протяжении долгого времени работала. Я считаю, то ли там настолько дураки вот работают, то ли настолько все сильно проплачено. Могу сказать, все грядущее будущее для телевидения довольно-таки плачевно, потому что на смену, не на смену, а конкурентно приходит интернет. Большая, даже львиная часть денег в рекламу вкладывается в интернет. И это не самое главное. Самое главное, что весь поток умов, свежих умов, новых работников, тех людей, которые влияют на медиа, в большей степени поймут, что им не нужно больше стремиться на телевидение, они могут себя реализовывать в интернете. В дальнейшем интернет будет становиться более качественным, но тут тоже, знаете, есть некоторое негативное еще понимание того происходящего, потому что вот те люди, которые гребут деньги, вот это все денежные проволочки делают, вообще всячески занимаются откатами, делают телевидение плохим, некачественным, они обращают сейчас очень сильно свой взор на интернет и начинают работать еще и там. Да, интернет в какой-то степени будет становиться более лучше, если можно так сказать, но в любом случае тут играет человеческий фактор. И так что я думаю, что в дальнейшем не будет отличаться от телевидения. Хотя кто знает, посмотрим, что будет. Но в большей степени я считаю, что в интернете должны расти те люди, которые будут в дальнейшем не давать прийти тем людям, которые находятся на телевидении и вносить свои законы, там поправки, вообще, как говорится, со своими пряниками лезть. Так что все, что показывается, преподносится нам по телевидению, я считаю, является правдой, но где-то на 50% все-таки я посмотрел. Если мне что-то заинтересовало, я начну искать это в интернете или спрашивать у тех людей, которые более компетентны по этому вопросу. С вами был Володя Ржава, и, кстати, свое мнение вы обязательно оставляете тоже в комментариях, пишите, я прочитаю, может быть, мы дальше разобьем какую-то тему, исходя из этого. Ставьте лайки, подписывайтесь, немножечко с вами поговорили, до встречи!